Смотрите, я усиливаю вот такую линию, вот так, и вот здесь полоску более темной заливки, поскольку вдоль линии не может быть отрыва. Ну а теперь становится очевидно, что надо усилить вот это, вот так, вот здесь, и вот здесь. Район глазницы – это один из районов, который вообще является определяющим. Вот, посмотрите, здесь более светлый класс, вот видите, вдоль линии, вот здесь более светлый. Убраивать нельзя. Ну и посмотрите, более выразительным столом. Вот здесь бы я вот эту тень. Посмотрите, она на самом деле, вот это вот, серое пятно, там она есть или нет? Нет. Вот попробуйте немножечко здесь убирать. Так, давайте смотрим. Ну, во-первых, для того, чтобы получилось. Вот давайте сюда посмотреть. Вот на этом участке глазницы, контраст между очень темной внутренней частью глазницы и достаточно светлой внешней, так, совершенно очевидный, причем здесь такая точная линия, по которой раздел проходит. Вот здесь уже более мягкий переход, поэтому, начиная от вершинки наклазничного отростка, вот так, очень ярко и без вот таких разрывов, как у вас, а совершенно-совершенно сплошь. Мелкие на короткие движениями, в нескольких направлениях, штриховочками. Причем, а вот здесь будет такая же, да, сводочки, извините, здесь тоже яркая граница. Тогда и вот здесь штриховка. И очень важно сделать яркой вот эту границу. Тогда у вас будет понятно, что выступает скуловая дуга, что вот эта вот все височная яма провалена, а скуловая дуга выступает наружу. Вот здесь немножко даже тень, а вот здесь тень, ну, посмотрите сами, я же ничего не выдумываю, так оно и все есть. А здесь тень более яркая. Ну, здесь тень, ну, такая вот полоска. Да, да. Острый. Вот, давайте, пробуйте глазницы сделать. Да, и вот те недочеты, о которых я говорил, вот, посмотрите, у вас яркая линия идет, да, а вдоль нее светлые кусочки. Вот их не должно быть. Они совсем маленькие, но они все где упортят. Вот когда вы их вот так аккуратно уберете, у вас и возникнет зрительный эффект выступания скуловой дуги над вот этой частью. Давайте в глазницы поверите сейчас. Ага, еще не успеем, Наталочка, это уже хорошо. Так. И вот давайте смотрим, что делаем. Сейчас. Сюда чуть-чуть. Можем? Сейчас, подожди. Давайте сначала затылочную часть в порядок приведем. Вот здесь у вас светлое тетно. Штука совершенно неопустимая. Убираем. Так, что вдоль контурной линии не имеет права быть светлое тетно, потому что они воспринимаются как острый выступ. Вот. И теперь, для того, чтобы видно было, что рог выступает над черепом, вот эту часть заливки делаем чуть более интенсивным. Вот так. Ну и эту часть разнесите немножечко. Вот так немножко добавим. Здесь все хорошо. Так, и у вас получился, вот посмотрите, здесь... Нет, вот сюда смотрите, на лист. Вот здесь более темное, чем здесь. Еще, вот у вас граница. На чей, посмотри, там есть такая граница? Ну, шуф есть, кто-то, и ой, и ой, и одного цвета. Вот не должно быть таких случайных пятен, потому что наши глаза устроены очень наивно. Они ведь эти пятна воспринимают как указатели объема. То есть, эти две, это что-то, такие детали, а здесь шов тоже. Значит, шов-то, шов проедите потом, да, он, конечно, никуда не делся, но у таких случайных светлых пятен быть не должно. Потому что для наших глаз это указатель изменения объема. Так, а вот здесь граница четкая, видите, как она хорошо видна, да? Так, снизу граница видна намного хуже. Причем, как его будем показывать? Вот здесь примерно такая сила в замерке. А вот теперь туда посмотрите. Вдоль вот этого шва, показываю шов. Вот он идет, да? Найдите его. Видите его? Да. А вдоль этого шва, а вот вдоль него-то как раз светлая полоса идет. И вот, пожалуйста, у вас. Здесь делаем зарывочку более яркой. И все, получили выступание с куловой дуги над кожей. Вот так. Вот этот шов поярче сделаем, ну, до такой яркости. И здесь, на морде. На морде я прежде всего положил с собой зубами. Посмотри, как. Да, я зубы устраю. Морде я одну часть зуба сделаю. Вот, посмотрите. Яркость гли не совсем старая, но одинаковая или нет? И заливкой вот такие его полоски. Зубы перебристые, видишь, они с выздоровыми губами. Вот такая заливочка очень хорошо показывает, какие его... Так. Мозгую полоску заливки вот так. То есть, перед зубом чуть выше оттенок полоску? Ну, смотри. У основания зуба. И терапкая тень лежит. Это у любого зуба. Вот так, да? Затем оставляешь совсем сверху. И вот так вот проводишь пустую тенью. Только, пожалуйста, не замазывай все на свете карандашом. Вот здесь просто оставь. Здесь очень светлое ткань. Посмотри, это один из самых светлых участков черепа. Так. Ну, давай. С зубами и, опять же, полоса заливки вдоль нижней стороны черепа. Ну, презренно. Очень неплохо. Давайте посмотрим, что можно сделать в заливке. Так, карандаш. Скажите, где на черепе самая темная часть? Это гвозница. Во-первых, гвозница. А во-вторых, видите, посмотрите, после того, как вы здесь делаете карандаши, так чисто, посильнее работает. Хорошо. Важно, чтобы заливочка была равномерно, без этих светлых дырок. Так. Начало шва всегда ярче, чем у его продолжения. Вот так. Вот так. Хорошо. Ну и попробуйте. Во-первых, смотрите. Равномерно ли это темная гвозница или нет? С моей точки зрения, вот здесь самым темный кусочек, здесь посветлее. Значит, при этом, вот здесь более светлый участок, да? Такую же силу штриховка будет вот здесь. Смотрите, это уже с другой стороны, у глазного бита. Вот попробуйте гвозницу и начало височную яму сделать. Давайте. Так, ну-ка. Значит. Ну и теперь последнее уже отделочное детальки. Просто усилить вот эти линии. Они у вас на фоне очень хорошей держательной части, просто теряются. Ну вот хотя бы такой силы. Вот так, да? Ну что, очень славно, хорошо, что держите себя в руках и не даете воле. Но вот эту теневую область я бы усилил. Вот хотя бы вот до такого состояния. Ну вот сейчас посмотрим, что было. Ну вот сейчас посмотрим, что было. И вот так. Продолжение следует... 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 с овладением еще одной техникой. Самим-то нравится то, что получается. Это самое главное. Так, ну давайте тогда будем закругляться потихоньку на сегодня.